Что же правда? Мы с вами говорим о том, что говорит господин Фрейменис. То, что вы сказали, это ваши слова. Господин Фрейменис, тогда уточните вашу позицию. Насчет орденов этих фронтовых ходов, да? Ну и насчет, соответственно, большего или меньшего зла. Зло больше Сталина. Не знаю, как его не прибили. Вот русские трусы, что ли, один какой-то грузин, урод, прямо миллионы перед ним трясутся в 1937-1938 году. Давайте все-таки попробуем про награды. В России тоже есть ограничения на право ношения иностранных наград, но они касаются только действующих чиновников. Частное лицо, которым, как правило, является ветеран, человек в почтенном возрасте, не должен у Путина или Медведева спрашивать, носить ему иностранную награду или не носить. Хорошо, хорошо. Простой парнишка, легионер, предположим, даже депутат латвийского парламента Висвел Деслацис, который был легионером-добровольцем, оденет свой немецкий крест, полученный, кстати, в Курлянском котле после ранения, и пройдется по улицам Москвы. Ему ничего не будет? Ну, раз-то законом не запрещено. У нас есть ограничения на использование нацистских атрибутов. Это да. Потом, давайте так, он был не доброволец-легионер, а он был доброволец-полицай. Он добровольно вступил в один из полицейских... Он вступил в 16-й полицейский батальон добровольцем. Затем, так сказать, его мама пришла и сказала, ну, сынок, у меня несовершеннолетний, верните. Вот. Так как он прошел начальную военную подготовку, в 43-м году, когда его уже призвали по повестке, он остался в Капральской учебке. Вот. А потом он тренировал наиболее отличившихся полицаев, которые сжигали белорусские деревни. Откуда вы так хорошо знаете биографию некоторых депутатов латвийского сейма? А я прекрасно, так сказать, умею читать по-латышски. А господин Лацис в узких кругах почитатели его письменного творчества никогда этого не скрывал. Хорошо. А вы теперь бывший сотрудник Министерства иностранных дел России. Да. А вы сам вышли или вас выгнали, как наручь говорят? У меня закончился контракт. Я не был... А почему же его не продлили? Нет. Ну, во-первых, я подписываю контракт на работу в посольстве. В российской дипломатической системе действуют контрактные моменты. Есть конкурсы, люди подают на конкурсы, смотрят, кто знает, какие языки, кто владеет как проблематикой. Ну, я могу сказать, что я за почти четыре года работы в Риге получил три дипломатических ранга, один из которых был досрочный. Хорошо. А в чем заключалась ваша работа? Ведь вы же наверняка должны были нынешнее знамя современной российской государственности нести с честью. Это задача, в принципе, любого дипломата, флаг своей страны, показывать стране пребывание и, в общем, максимально, так сказать, рекламировать, популяризировать ту страну, которую ты представляешь. Так в общих чертах. Наверное, мне так кажется. Вот в чем конкретно заключалась ваша работа в посольстве? Я занимался двусторонними отношениями России и Латвии. Самая разная работа. От написания проектов нот, нотная переписка, как это называется, до, например, поездкам по регионам Латвии накануне 9 мая, когда мы смотрели, в каком состоянии находятся могилы советских воинов. Я посещал конференции, участвовал в мероприятиях, на которые приглашают дипломатов. А вот был такой у вас коллега, Петр Ржумов. Слышали про такую фамилию? Конечно. Вот, его выгнали, но уже не российский МИД, а латвийские власти попросили, так сказать, покинуть территорию страны. Не помните за что? Ну, была официальная версия, соответственно, так сказать, он был. Ну, тоже формально был, так сказать, если верить латвийским источникам, которые были в латвийских средствах массовой информации, раз читаете по-латвийски, то наверняка читали эту версию, было вроде как аташе по культуре, а наши сказали шпион. Ну, в некоторых фильмах вот тоже показывается, что каждый аташе по культуре, он шпион. Насколько я знаю, никакого факта, который бы свидетельствовал публично и был предемонстрирован о том, что господин Уржумов нарушил Венскую конвенцию, не было предъявлено. Ну, хорошо, а почему вот Уржумова выгнали в Россию, а вас не выгнали, с честью вы закончили командировку и просто ушли, так сказать. Ну, вы знаете, мне иногда дают визу, иногда не дают визу, так сказать. Давайте послушаем Виктора из Риги, еще один звонок от нашего телезрителя по телефону прямого эфира. Виктор, доброго вам вечера, прошу вас. Виктор? Да. Давайте, вы в эфире. Виктор? Да. Вторая попытка, давайте вы в эфире. У меня вопрос вот к господину в красной рубашке. Он очень красиво стоял, насколько я там видел, там он против евреев, насчет против всего, значит, народа. У меня такой вопрос, он не боится, скажем, что если всех изгнать из Латвии, то кто ставится? Вот три-четыре лапеша в Латвии останутся, чистокровных, если они вообще там есть. Спасибо, хороший господин Фреймонис, если всех из Латвии изгнать. В стране останется три чистокровных латыша, конец цитаты. Нет, это был вопрос в связи, этот плакат, что конференции евреев, да, я русский смысл тоже смотрю, они прямо к непорядкам, там, пересекали генерам пути, да, там, там, броню такое, понимаете, будто не знают, что это фронтовые части 15-19 дивизии, да. А вот господин Семен-Дей про Латвия сказал не совсем фронтовые части. Я с ним, между прочим, все это число, о Калприве с Кемелях с Латвия там говорил, там уже, может, 90 лет еще все его будет, если там пойдет. Вот, я не знаю, ну, воевал он, есть там, конечно, что не крест, у нас 13 латышей, у которых это рыцарский крест, это уже как дваждый герой Советского Союза, немцы задаром не давали. Электронное послание от Василия, самое большое зло, когда люди кривят своей совестью, ну, и вот был человек из-за личной выгоды в Компартии, а потом начинают с пены у рта отрицать это, взять хотя бы добили со Старбунсом, конец цитаты. Еще одно электронное послание советским ветеранам написал, Айвор, реально никто, увы, не запрещает носить свои награды и военные формы, никто за это еще потому что не был наказан. А вот в шествии освободителей 9 мая, интересно, кто просил Латвию от кого освобождать, действительно надо запретить, предлагает Айвор Господин Дюков. Что можно прокомментировать, это мнение достаточно любопытно, однако мне кажется, что с чисто практической точки зрения оно вряд ли выполнимо. Потому что для достаточно большого, мы не будем говорить о том, что значит День Победы для России, и 9 мая для России, но и для достаточно большого сегмента латвийского общества, это очень значимое событие и свидетельством тому огромное количество цветов, которые всегда появляются 9 мая. Все правда. А почему все-таки общество в России и в Латвии, те, которые считают этот день очень важным и максимально, скажем так, положительно к нему относятся, почему они все-таки считают День Победы. Не День Мира, не День окончания войны, не День памяти погибших во Второй мировой войне, а именно День Победы. А это именно День Победы, потому что это день, когда была одержана победа в войне, которая принципиальным образом отличалась от любой другой войны, которую вели когда-либо между собой государства в 19-м, в 20-м веке. Это была война, в которой одна сторона, ведомая российской, нацистской идеологией, стремилась к уничтожению целых народов. И 9 мая для нас в России, и я уверен, что для многих здесь в Латвии, это день, когда случилось наше второе рождение, потому что и русскому, и латышскому народу нацисты готовили незавидную участь. По плану ОСТ я хочу напомнить, часть Латышей должна была быть депортирована, часть анемечена, а часть уничтожена. И если бы не случилось 9 мая, если бы не случилось Победы, то я боюсь, что ни русского, ни эстонского, ни латышского, ни литовского народов сейчас бы не было. — Господин Фрейменис, а Вы говорите, что Гитлер лучше, чем Сталин. И большевики 1 июля 1941 года по делам получили от немецких частей. — Ну, видите, это такая... Гитлера ненавидели и сами немцы. Это, конечно, планы навряд ли осуществились, да, эти планы. Но куда же попал советский народ? Такое же рабство, такому же тирану. Он не получил свободы 1945 года. Просто этих фронтовиков с плена погнали опять в лагеря, там, уничтожать, да. Там целые народы начал Сталин переселять. Просто какого-то... Это попали народы в руки маньяка. Никакой свободы не было. Такое же колхозное рабство, да. Извините, если я думал, Гитлер победил бы, сейчас в России жили лучше, чем в Америке. Смотрите, как... — А кто жил, не подскажьте, лучше. — Русские, я думаю, они... Самые нормальные немцы, они не были фашистами. Они же в этих деревнях жили вместе с русскими. Просто это с Москвы диверсантов присылали, что вот это там немцы ранее... — Господин Фрейменис просто хулиган, на самом деле. — Нет, извините, я читал, сейчас КГБшники вот это вот, всю эту партизанскую тактику проверили. — Прислуживали, господин Фрейменис, КГБ раздокументы секретные... — Да, они считали, не анализировали войну в тылу врага. — Да, я хочу напомнить немножко другое. Вот господин Фрейменис очень хорошо сказал, как немцы жили в деревнях вместе с местным...